В беде не оставим соотечественников. В Мактаральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация после того, как 1 мая в Узбекистане прорвало дамбу. В результате под воду ушли несколько приграничных коллекторов и населенные пункты района. Пострадали более 20 тысяч человек. Октябинская команда волонтеров антиковид-19 совместно с Акиматом города организовали срочный сбор помощи. Подробнее в сюжете. В беде не оставим соотечественников. Волонтеры команды антиковид-19 призывают октябинцев помочь казахстанцам, которые в прямом смысле слова остались без крыши над головой. Накануне октябинцы связались с волонтерами Туркестанской области. Те, в свою очередь, рассказали о плачевной ситуации и будут очень рады помощи. Срочный сбор средств стартовал со вчерашнего вечера. Мы призываем каждого из вас оказать максимальную поддержку. Чем бы то ни было, это может быть одежда, это могут быть продукты питания, коляски, средства личной гигиены. Людям очень сложно, они очень нуждаются в нашей помощи. Уже со вчерашнего дня мы открыли сбор. Спасибо нашим гражданам с огромными сердцами, нашим октябинцам, которые откликнулись на чужую беду. Также волонтеры обратились за помощью к предпринимателям области, компаниям и организациям. К слову, с сегодняшнего дня по городу работают специальные пункты приема помощи. Достаточно лишь позвонить волонтеру, и он заберет у вас вещи на склад. В данный момент у нас в городе открыты 21 пункт приема гуманитарной помощи. То есть это практически в каждом районе, в центре, авиагородок, ГМЗ, старая часть. Все мы постарались охватить. В каждом пункте находится по одному волонтеру. Все указанные номера, можете звонить, мы приезжаем. Волонтеры сами забирают помощь гуманитарную, сами сортируем. Желательно, чтобы вещи были выстираны, выглажены и собраны в один аккуратненький пакет. Отметим, сбор будет проводиться в течение трех дней, с 4 по 6 мая включительно. Каждый желающий может протянуть свою руку помощи. Нужно лишь связаться с волонтерами.